Глава 19. Остановка и стоянка транспортных средств. 138. Остановка и стоянка транспортных средств разрешается. 138.1. В специально отведенном месте, обозначенном дорожным знаком, место стоянки, место стоянки такси, место отдыха. 138.2. На правой по ходу движения обочине, а при отсутствии обочины или невозможности остановиться на ней, у края проезжей части дороги параллельно ему, за исключением тех мест, где с помощью дорожных знаков или дорожной разметки допускается иное расположение транспортных средств, вне населенных пунктов разрешается только остановка транспортных средств. 138.3. На левой обочине дороги с односторонним движением, а при ее отсутствии или невозможности остановиться на ней у левого края проезжей части дороги параллельно ему, за исключением тех мест, где с помощью дорожных знаков или дорожной разметки допускается иное расположение транспортных средств, при наличии там тротуара, непосредственно прилегающего к проезжей части дороги, а в населенных пунктах, также на дороге с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине, вне населенных пунктов разрешается только остановка транспортных средств. 139. Транспортное средство разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии, при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения. 140. Остановка на время более 5 минуты стоянка транспортного средства, в том числе в местах, специально отведенных для отдыха, должна осуществляться с нерготающим двигателем транспортного средства. 141. При вынужденной остановке транспортного средства на проезжей части дороги в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять всевозможные меры для выведения его за пределы проезжей части дороги. Устранять возникшие технические неисправности транспортного средства при возможности необходимого вне проезжей части дороги. В случае устранения технических неисправностей транспортного средства на проезжей части дороги лицам, выполняющим такие действия, рекомендуется находиться в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами. 142. Транспортные средства, за исключением велосипеда, мопеда, мотоцикла без бокового прицепа, толкать по проезжей части дороги запрещается, за исключением случаев введения их за пределы проезжей части дороги. 143. Остановка и стоянка транспортных средств запрещается. 143.1. В зоне действия соответственно дорожных знаков, остановка запрещена, стоянка запрещена, стоянка запрещена по нечетным числам месяца, стоянка запрещена по четным числам месяца, или линии горизонтальной дорожной разметки 1.4, 1.10, 143.2. В местах, где расстояние между сплошной линией горизонтальной дорожной разметки, кроме обозначающей край проезжей части дороги и остановившимся транспортным средством составляет 3 метров, 143. На пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны, 143.4. На перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги, кроме жилых зон, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу, 143.5. На остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них, кроме случаев остановки для посадки, высадки, пассажиров, если это не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных средств, 143.6. На мостах и путепроводах, эстакадах и подниме, кроме специально оборудованных мест для стоянки, 143.7. На полосах разгона и торможения, съездах транспортных развязок в разных уровнях и въездах на них, 143.8. На железнодорожных переездах и ближе 50 метров от них обе стороны, 143.9. На поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками, опасный поворот, опасные повороты, в других местах с ограниченной обзорностью дороги, где видимость дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении движения, 143.10. На проезжей части двухполосной дороги напротив стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства, 143.11. На левой стороне дороги, за исключением случаев, указанных в подпункте 138.3.138 настоящих правил, 143.12. На трамвайных путях и в непосредственной близости от них, если это создаст препятствие для движения трамваев, 143.13. В местах, где транспортные средства закроют от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или другие технические средства организации дорожного движения, 143.14. На тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком, места стоянки, места стоянки такси, допускается остановка транспортных средств в дорожной эксплуатационной и коммунальной служб, автомобилей с наклонной белой и полосой на бортах, а также других транспортных средств, обслуживающих торговые и другие организации, расположенные непосредственно у тротуаров, на время выполнения работ либо загрузки, разгрузки, транспортного средства при условии обеспечения безопасности дорожного движения, 143.15. На газонах и других участках с зелеными насаждениями – 143.16. На проездах во дворах со стороны, прилегающие к живой застройке – 143.17. В местах, где стоящие транспортные средства создаст препятствие для движения, работы транспортных средств оперативного назначения транспортных средств для дорожной эксплуатационной и коммунальной службы, въезды во двор и выезды из них, проезды в арках, узкие местные проезды, место размещения контейнеров для сбора бытовых отходов и другие. 143.18. Ближе 10 метров от служебных дверей магазинов, через которые производятся погрузочно-разгрузочные работы, закрытых ворот, в том числе ворот гаражей. 144. Включение водителя маларийной световой сигнализации при преднамеренной остановке и стоянке в местах, где они запрещены, не освобождают его от ответственности за нарушение требований пункта 143 настоящих правил. 145. Стоянка запрещается. 145.1. Вне населенных пунктов транспортных средств на проезжей части дороги на обучение. 145.2. Транспортных средств с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн в неспециально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком, место стоянки, место отдыха. 146. Запрещается открывать, закрывать двери транспортного средства или держать их открытыми, если это создаст препятствие для движения других участников дорожного движения. 147. При нарушении водителями правил остановки или стоянки транспортных средств, в результате которого созданы препятствия для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, сотрудники ГАИ вправе произвести принудительную отбуксировку, эвакуацию таких транспортных средств в порядке, установленным законодательными актами, принятыми к целях их реализации постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. При нарушении водителями правил остановки или стоянки грузовых автомобилей, автобусов, колесных тракторов, самоходных машин сотрудниками ГАИ может быть произведена блокировка колес этих транспортных средств в порядке, установленном законодательными актами и принятыми в целях их реализации восстановлениями Совета Министров Республики Беларусь.